Приветствуем многомиллионную аудиторию телеканала Матч ТВ. И вот эта бригада арбитров и футболистов, еще раз напомню, выходят в футболках неспроста, а потому что эта акция важен каждый специально для хосписов. Мне кажется, моменты чисто технически важно уладить. Убрать микрофон подальше на ближнюю шкангу, момент и гол! Вот так это бывает! Артем Малахов забивает в свои ворота на 50-й секунде! Вот это да! Хорошо, что я повременил с составами, иначе как бы я это объяснил? Классный розыгрыш штрафного и... Ой, углового, простите, и он классный для кого угодно, кроме тех, кто имеет отношение к Шиннику. И вы видите, что Тимофей Митров пропускает впервые в этом розыгрыше от своего игрока. Ну, больше прессинговать, и впереди цепляться за мячей, создавать моменты. То, что он говорил до этого. Подходы есть, осталось только забить. Акрон, команда премьер-лиги, ощущаете ли вы сами, да, класс чуть-чуть выше команды? Либо это соперник на уровне первой лиги? Шинник против Акрона, Чибота выскакивает к воротам, почти риф по передаче, она проходит. Бакаев собрал пятерых и все равно пробил. Аут за Шинником. Ярославские мальчишки подают мячи очень быстро. А вот это название стандартного положения, его нельзя вбрасывать. И вот так точно нельзя вбрасывать, опасно! Есть ли какие-то предложения? Вот, например, такой удар. Прострел. Это уже не так весело, как удар по воротам. Так и есть. Итак, 1-0. Впереди Акрон. У Акрона уже есть розыгрыш Кубка, когда они стали настоящим откровением. Теперь Александру Васюдину будет попроще. За его спиной торсида болельщиков из Тольятти. В количестве, по-моему, человек 10. Навес. И удар. Неплохо. Джон. Момент. Васютин удар. В пустой угол Самойлов пытался направить мяч. Вот и момент. Джон здорово запустил передачу. И в итоге мяч принял Захар Федоров. Пробил еще из-под Виттера. И дальше Шинник добавил. Добрались до этого матча в своей карьере. А теперь пора атаковать. И опасно атакует. И великолепно отбивает. Самойлов снова пробует мастерство Васютина. И Александр показывает, что оно на очень высоком уровне. Баранок здесь неудачно поборолся. Зато очень здорово все сделал Федоров. Федоров. Уходит. Делает передачу. Газон помогает пробить поворотом. Но пробить не точно. Это снова Самойлов. Мяч подпрыгнул перед защитником. И помог Самойлову чуть легче ворваться на ударную позицию в штрафную площадь. Вот смотрите. Федоров прошел. Сделал последний момент паса. Вот мяч подпрыгивает. Шерзот Тесантов, кстати, покинул поле. Ответ Чибота. Удар высоко. Штрафной шинником. Подача. Скидка. Момент. И мяч летит рядом со штангой. Рядом с воротами. И будет еще угловой. Чибота мог бы пригодиться на добивание. Но защитники получше. Мягкое продолжение. И удар по воротам. Жамалединов. Еще один штрафной. Как раз гбамный бле. Нарушил правила. Дальше то, чего не должно было случиться. Я уже говорил, что это совершенно лишнее. Но, видимо, усталость и злость все вместе иногда рождают даже в самом травоядном матче подобные истории. Желтую карточку как минимум. Да, ну красную получает Самойлов. Там, по-моему, все прочее трогать арбитра еще нельзя. Подача. Удар головой. И на месте метров. И все. Артем Левимов дает финальный звездок. И Акрон выходит в следующий раунд. Фонбет Кубка России. По пути регионов. Эта команда уже научилась идти далеко. Продолжение следует. Продолжение следует...